Всем огромный привет! Сегодня будет видео по запросу. Спасибо, что запрашиваете видео, те, которые именно вам интересны. Но эта тема мне тоже, в принципе, интересна, хотя крашусь я немного, как вы заметили, но всё равно это ежедневно присутствует в моей жизни. И раньше я не могла даже, можно сказать, вывалить мусор сходить ненакрашенный, но сейчас я более проще к этому отношусь и стараюсь делать макияжи, которые более естественные, более такие простые, которые просто подчёркивают, может быть, какие-то достоинства и скрывают какие-то недостатки. Итак, что же в моей косметичке? Я сегодня расскажу именно о тех продуктах, которые именно сейчас я пользуюсь, потому что их много, всё не покажешь. И именно вот в данный момент на лето то, что я выбрала себе, я... ну не то, что на лето, может быть, на пару недель я точно этим буду пользоваться. И эти продукты, которые я использую постоянно, и к ним добавляю что-то новое, что-то интересное, либо то, что уже необходимо по сезону, например. Итак, начну с вами вот с такого тонального флюида. Это, можно сказать, не тональник, это такой хамелеончик, который подходит к любой коже. Поподробнее вам сейчас расскажу. Итак, нежнейший тональный флюид Lady Caprice Flower. Особенность этого флюида в том, что он адаптируется практически под любой оттенок кожи. Это хамелеончик, он увлажняющий, ухаживающий, у него кремовая, жидкая такая текстура, покрытие лёгкое. Он на основе натуральной розовой воды придаёт оптимальный индивидуальный оттенок любой коже. Легко впитывается, не оставляет жирного блеска. Ну, это, мне кажется, идеальное средство, особенно для использования летом. Такая лёгкая текстура, она прекрасно ложится на кожу, придаёт ей свежесть. Выравнивает поверхность. Ну, и такая особенность, то, что он адаптируется практически под любой оттенок кожи. Следующий продукт, который мне очень тоже нравится, он из серии Белорусская косметика. Тоже поподробнее сейчас вам расскажу, чем он мне нравится. Это цена недорогая, около 200 рублей. Он против тёмных кругов под глазами, натуральный, 0,2 тон. Мне подходит, у меня кожа белая, сейчас чуть-чуть подзагорела, потому что огороды начались, и много гуляем. И он даже подходит и под загорелую кожу. Ну, вот для такой белой кожи, с такими голубыми под глазами, он прям самое то. Но я редко пользуюсь и консилерами, и тональниками вообще не пользуюсь. Ну, вот только флюидом иногда, очень редко, может быть, для какой-то особой съёмки. Итак. Итак, очень-очень классный консилер. Он с нежной такой кремовой текстурой превосходно выравнивает тон кожи. Маскирует тёмные круги. Он визуально освежает лицо. Так, достаточно высоко пигментированная формула у него. Обладает прекрасной маскирующей способностью и ухаживает за кожей. Мне понравилось, что он действительно ухаживает за кожей, потому что в его состав входит то, что меня удивило, это сок листьев алоэ. Также экстракт коры, акации шёлковой. То есть такой классный составчик. Следующий продукт мне тоже очень нравится. Это идут румяна. Так как я светленькая, они мне очень подходят. Они больше, знаете, такие придают блеск небольшой, приятные, нежные, розовенькие. Прям такое нежнятинка. Если вы любите нежность такую, то эти румяна... Так, от Фону Блюш. Можете меня поправить. В общем, польские классные. В общем, какими только не пользовалась, не пыталась пользоваться этим, мне прям очень понравились тем, что они практически незаметны. Девчонки, я просто влюблена в эти румяна. Они действительно очень классные. Может быть, не сильно видны блёсточки, но они есть. Вот эти два, которые в серединке, они достаточно пигментированные. Также их можно использовать как тени. Мне нравится. Но три остальных, они такие более бледные. Но тоже можно использовать как базу. Но если все вместе их наносите кисточкой, то получается такой персиковый оттенок. Думаю, что идеально подходит светлокожим девушкам. Ну и также те, кто любительницы натуральности в макияже, то румяна станут действительно таким верным товарищем. Ну и светлые оттенки можно вполне использовать в качестве лёгкого хайлайтера. Следующий продукт – это у нас тушь. Именно сейчас я пользуюсь этой тушью. Она коричневая, идёт от CL, удлиняющая. И также она восстанавливает реснички очень хорошо. Она идёт как лечение, удлинение, лечение и даёт рост. Мне она очень нравится. Кисточка тоже, в принципе, удобная. И даже если, например, хотите подкрасить немного волоски на бровях, тоже она, в принципе, подходит. Отличная тушь. Потихонечку подошли к бровям. Брови сейчас так вошли в нашу жизнь более сильно, да. И если раньше их сильно так выщипывали, делали тоненькие, то сейчас они более широкие в моде, более такие, да, чёткие. То вот этот карандаш от CL мне очень нравится. Не знаю, в какую сторону. CL Fusion. Они бывают иногда со скидкой идут. То есть они идут с одной стороны карандаш, с другой стороны вот такая щёточка для бровей. Очень круто, очень суперско красят. И подрисовывают, если где-то дефекты. Добавлять как бы реснички тоже удобно им. Ну, очень-очень крутой. И, кажется, идёт там не по номерам, там идут по названиям. Поэтому могу ошибаться. Типа тёмного ореха что-то такое название. Ну, уже несколько раз брала. И даже в запасике у меня есть ещё один, потому что мне очень подошёл, очень нравится. Он такой не твёрдый, не сильно мягкий. Он даже иногда подходит и под... Ну, над глазками стрелки можно им нарисовать. Итак, стрелки. Стрелки для глаз тоже нужно выбрать карандаш хороший, чтобы он тоже был не слишком твёрдый, не слишком мягкий, чтобы не скатывался. Мне очень подошёл карандаш тоже CL Fusion. Чёрный перо. Потому что он идёт с такой более тонкой прорисовкой. Ну, прям классно прорисовывает. Я сильно большие стрелки не рисую и, в принципе, не мастер по стрелкам. Но вот этот карандаш, он спасает. Также его можно использовать совсем под реснички можно. Если кто-то любит, например, прорисовывать совсем реснички, чтобы более естественно было, то этот карандаш прям супер подходит. Ну, тени я обожаю. Мне они очень нравятся. У меня их, в принципе, много. Но сегодня хочу обратить внимание на вот эти тени Essence. Я просто в них влюбилась. У них такой нежно-бежевый оттенок. У меня их примерно... Ну, около... Ну, где-то месяца два они у меня. Очень классные. Ещё есть примерно такая же палеточка. Чуть-чуть другого оттенка. Но вот эти, они не скатываются. Они могут идти как база под тени, потому что такой цвет имеет классный. Ну, в общем, я в восторге от этих теней. Они идут и как просто продукт, который можно использовать как один. Очень красиво подчёркивают. Сейчас, кстати, они на мне. Не очень заметные. Но вот прям для естественного, такого обычного, простого макияжа, особенно летом, просто вот находка для меня. Мне очень они нравятся. Безумно полюбившиеся мне вот эти тени. 0,6 оттеночек у меня. Розочка от фирмы Эссенс. Цвет холодный, розовый, немножко такой грязноватый. И поэтому не делает глаза опухшими, заплаканными. То есть цвет самое то. Ну и баночки у Эссенс бывают хрупкие. Это закрывается крепко. Но тени очень сыпучие, поэтому я их часто наношу не кисточкой, а пальцем. И тогда они вот прямо самое-самое то. Держутся очень хорошо на глазах, не сыпятся и смотрятся суперско. Помады, которые я выбрала сейчас вам показать, всего две, у меня их много очень, но вот которые сейчас я использую именно в летний период, которые очень легко ложатся, приятно долго держатся, имеют такой нежный оттенок. Это вот от Avon помада. Так она выглядит, естественно, нежнятина. Безумная нежнятина. В общем, кто любит такие спокойные оттенки, это у нас идёт, увидеть бы, тут тоже название, Паут Гёрлз. Да, польская Эйва. И вторая это блеск. Ну, такой блеск, больше такая помада, жидкая такой, у неё текстура, она выдавливается, здесь мягкий спонжик, поэтому даже можно в дорогу брать куда-то, незаметно так подкрасил, как идёт, как бальзам, но в то же время такой нежный-нежный отблеск, что-то такое бежево-розового. Клэринс. Париж. Что ещё? Больше ничего вам, наверное, не прочитаю. И выбрала для губ карандаш 0,8. Ну, тоже к этим помадам он подходит, если, например, чтобы не растекалось, или увеличить немножко губы. Тоже мне нравится он, это идёт от Эссенс, да, контур для губ, а номер 0,8, да, такой нежно-приятный тон. Это косметичка на июнь месяц, думаю, надеюсь, вам понравилось, правда, у меня, конечно, такие очень нежные, спокойные тона, но есть, конечно, что-то яркое, которое я добавляю иногда в свой макияж, и я буду постепенно рассказывать. Всем прекрасного летнего настроения и красивых макияжей. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok